Привет, дорогие подписчики и зрители каналов! С вами снова Артур и Джек Шепард. Сегодня с нами новый член команды, новый боец. Поздоровайся, Ярослав! Всем привет, дорогие друзья! Нашли мы себе еще одного. Джек Шепард спит, похоже. Да. Костерка тут хорошо, всем привет. Да, мы маленько отдыхаем у Костерка и сейчас мы пойдем к Зеленогорску искать машину. Мы находимся недалеко от Старого Собора. После предыдущей серии нас успели убить, пока мы искали третьего члена в нашу команду. Ну, то есть мы его нашли уже, но в итоге, короче говоря, нас всех один кемпер из засады убил. Ты не заснял этот случай, Джек Шепард? Ты у нас любишь всякое за кадром снимать. Так, ну, короче говоря, в итоге у нас все равно неплохой такой шмот. Только, блин, GPS, конечно, потеряли обидно. Станага, патроны никому не надо, он лежит? Нет, я выкинул их. Окей. Так, ну и все, давай, кто у нас в карте? Ты у нас в карте. Карты у нас пока, к сожалению, нет. Одна только. Так, у меня есть карта. Мы сейчас находимся... А, тут нельзя значки ставить. Так, мы вышли от Старого Собора. Да. Браво. Пусть он, короче говоря, занимается картой, а то мне говорят, что я с карты плохо занимаюсь. Вот, пусть, пусть он. Все. Так, теперь я пытаюсь понять, куда мы отбежали и где мы сейчас вообще. Так, ну мы, в общем, ходили в таком квадрате. Нам теперь надо... Так, еще сюда. Ладно, пока он разбирается, я скажу, короче, что мы играем сейчас на обновлении 1.7.0, которое недавно вышло. На нем куча багов, но в результате стабильность работы сильно повысилась. И, кроме того, вот эти скины всякие появились, и они начали нормально работать, как он на Ярославе, видите? Конечно, текстурки-то вообще там говно, но сама по себе одежка у него, в принципе, неплохая. Снайперский скин, вот, он именно обалденный, то есть он красивый. Так, я нашел наш хусь, и нам надо идти на северо-восток. Ты уверен? Там, по-моему, нет зеленой горнока. Ну, не знаю, если ты так уверен, види ты. Нет, 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 он на скарте пусть идет. Давайте выдвигаться уже, потому что тут костер, фалимся. Блин, костер надо потушить, хотя сам потухнет. Гринфриз, конечно, недоволен нами. Но, в итоге... Ладно, пойдем. Как народ, блин, ругался, когда этот... Когда мы овцу первую убили, помнишь? Вот это было. Бедноточку убили. Так, я маленького долиня от вас иду, я себе нашел хорошую снайперскую винтовку, поэтому я, как бы, крою вас издалека, если у вас там что-то... То есть дистанцию на калаша лучше метров 200 ставить. Ну, смотри, можешь так. В смысле, ты прикрываешь, там, если что, увеличим. Ну, знаешь, тут по-разному бывает. Один раз меня убили из винчестера, где-то, наверное, с километра. Как они это умудрились сделать, я не знаю. Но я просто увидел точку, и потом увидел вспышку от этой точки. И пуля так мельит. Да, и я падаю. Так что, блин, тут можно, по-моему, с любого состояния любым оружием убить при умении. Так, видите, у нас сейчас в чате основная проблема – это красный цвет, но при этом всем нету лишних сообщений, это плюс. Я, кстати, видел одно лишнее сообщение, но я думаю, при таком их объеме уже можно вообще чат не закрывать. Да. Так, смотри, у нас просто нету даже синего подканала. Только что был. Да? Просто, помнишь? Просто, если сейчас опять начнут кричать в чате, что там «Я Black of A», «Ты фейк», «А вот», «А ты лучше», «А ты хуже» и всякое такое, то придется закрыть опять. Там мат и все дела. Да, но думаю, этого не будет. Не, сейчас-то вряд ли будет. И нас здесь никто не найдет. Как более, ребята, вряд ли наше обновление успели поставить. Чё-то я как от вас отошел, я вас терять начинаю. И потом вас догонять приходится. Давай лучше двигайся, пока с нами, раз мы в лесу. Нет, но я вас вижу, я вижу, и всё нормально. Всё, окей, давай. Ну ты смотри. Никто пить есть не хочет, по-моему, тут пруд где-то недалеко находится от старого собора. А, мы не доедем. Сейчас, по-моему, как раз с него воткнемся. Ну ладно. У тебя, Ярослав, какой рюкзак? У меня, сейчас скажу, ассалтпак. Ассалтпак, он, по-моему, не самый лучший. Я, кстати, вчера, когда бегал, находил какую-то вообще сумку. В ней мест было, я нашёл её в церкви нового собора, в ней мест было меньше, чем в обычном. Чехия. Да, чехия. Чехия. Я её видела, это вообще просто. Кто-нибудь, объясните мне, зачем она вообще в игре есть, если она хуже? Я тебе сейчас без проблем объясню тебе о том, что, когда ты бегаешь с бэкпаком, то есть, допустим, Мэллис, да, если ты ляжешь на траву, он будет очень прилично торчать. Ну, если только с этой точки зрения. Да, не, так только с этой. Я вот вчера смотрел 7-часовой стрим 105-го. Вот именно от него, то есть, это всё, ну, его там говорили, что вот можно... Ну, к ним нужно прислушиваться, они уже сколько там, 3 что ли, 4 года играют. Причём саму армонию в DayZ. Да, да, в армонии вообще мне так понравилось, я вчера смотрю, как играют. Реально смотришь фильм. То есть, нету такого бешеного экшена, но атмосфера заряжена довольно. Я вот сколько в арму второй играл, я только вот из их видео узнал, что, допустим, там на БТР есть дальномер, что там тоже нужно выставлять расстояние под разные расстояния своей, короче, прицельной платки. Это при том, что я на БТР катался просто дофига, блин. Вот народ это вот натурально-профессионально играет. Ну, мы тоже ничего уже приучили, да, Жекшев? Ну, потихонечку-то помаленьку. Да, осталось мне доучиться. Ничего, ты у нас приучишься. Ты у нас нормально играешь вроде. А помираю сейчас. Главное что-то адекватное. Вот не хотелось людей, которые там будут или мозга парить, будут всю атмосферу разрушать, или этот визжать будут в чат, как сами знаете кто. Да. Тоже нафиг это не нужно. В каком-то смысле просто я у тебя брал стиль летсплая, а у тебя все-таки больше смотрел. Ой, да ладно, я сейчас покраснею. Не, так просто из-за этого такой и есть спокойный. Так, Жекшев, вот вы увидите, вам будет не хватать меня с моим GPS, он сейчас нас вообще в другую сторону ведет, мы не идем к зеленогорскому. Я в этом уверен, потому что вышка была сзади и старый собор был сзади. Ну, короче говоря, в итоге мы сейчас куда-то придем, почистим какой-то населенный пункт, наверное. Да, или полчаса симулятор бега по лесу. Населенный пункт я пойду чистить сам, у меня G17, он мне вчера помогал ночью с шестью рожками, ой рожками говорю, магазинами. Да, G17 отличная вещь. Ну, она мне не понравилась с тем, что я не мог из нее прицелиться, но в итоге выяснилось, что она все-таки очень крутая. Нет, мне ей надо привыкнуть. Что меня удивило, что тут вот эти зомби военные, им попадаешь в каску, оказывается, не убивает. Да, не всегда. Ну, это ж модельки, вот такие оригинальные персонажи, там тоже есть и вид каски, у тебя есть шанс выйдет. Ну, тут все выстрелы просчитываются. Зомби в каске и еще в бронежилете, вот это мой ночной кошмар. Я тоже этот, почти что I am alive. Стреляем в глаз. Всегда. Фулка. А, кстати, было прикольно, если здесь еще ввели систему, типа там вот таких ружей, как именно обычные луки, там подходишь с дерева в палку, вырезаешь там где-то нитки находишь. Ага. Ну, проще будет кого-нибудь убить тогда и подобрать с него винчестер. Не, так, не, ну видишь, все-таки здесь плюс такой, это будет очень бесшумно, то есть ты там где-то залег. Будем корову пилить? Не знаю, у меня 11 тысяч. У меня 10 тысяч. У меня 10. Ну смотри, если хочешь, то можно, конечно, вместо безлюдное. Давай. Давай. Пойдущих заводить. Кстати, мне сказать, что корове, овечке и там другим животным без жизни куда стрелять у них нет. Да, но корову вот я из этого из калаша лупил, она три выстрела выдерживает и бежит, скотина. Сейчас увидим. Короче, мне обойму разрядил сегодня с утра, когда забегал. Короче, вот это всякое расширение функции это дело будущего, потому что, говорят, в ближайших патчах добавят рукопашный бой. Вон, недавно добавили возможность рубить дерево на дрова. Да, да. Но у нас не срубы. Так что всего помаленьку. Вчера смотрел этот, там превью было, арма третий, которая будет демонстраться на И-3. Показали, блин, я думаю, на неё до ИЗ они уже просто никуда не денутся, будут обязаны сделать. Потому что, блин, это сейчас настолько вот освежило интерес к армии второй, что просто из-за неё многие будут покупать арму вторую. Ой, я ведь хочу. Так-то да. Вообще, я рад то, что они наконец, короче... Чё у меня сегодня всё короче... Этот... Арма 2 хорошая игра, в которую мало кто играет. Теперь будет побольше народу играть, потому что... Ну, это была такая нишевая вещь. Ну, а теперь... Теперь вот играет ДСЗ и в результате и к армии интересу больше. Когда третья часть выйдет, у неё продажа получше будет. Фирма не загнётся. Потому что... А, Аймик, можешь разжечь костёр? Нет, у меня нет спичек. Артур. У меня есть спички, у меня нет топора. Ааа, сейчас я тебе положу топор. Три-другая. Нет, не надо мне топора, ты лучше дров наруби и... А, нет, давай мне топора. Места нету. Давайте топором. Давай я переспаком сел. Сейчас, сейчас почистим Артура. Всё, держи топор. Так, сейчас мне, значит, кастратором сегодня быть, да? Да. Так, топорик. Хорошо. Подхожу к дереву. Интересно, дерево получится срубить, нет? Там любой получится. Вроде бы, да. Но у меня берёзы не получалось срубить. Дрова добавлены в инвентарь. Хорошо. Так, вот тут вот сейчас найдём место почище. Блин, да тут кругом этот... Ладно, давайте прямо тут, короче, тогда. Так. И это, ребята, как вы поняли, демонстрация того, как разводить костюр. Хе-хе. Арма, на самом деле, симулятор много чего. Симулятор бега по дорогам. Бега по лесу. Хе-хе. Арма точно не симулятор Call of Duty. Или как это назвать? Не, так эта игра и не сделана для казуальщиков. Поэтому не каждому на подушах всё-таки. Очередной костёрчик. Так, я отойду, пожалуйста. Мне неспокойно. Мне постоянно слышат какие-то выстрелы. Отойди. Ты курил? Хе-хе-хе. Так. Может же здесь уже травы такой нашёл? Так, как обжарить это мясо? А, вот. Колёсико мыши. Да-да-да. Отлично. Цвета вернулись. Всё супер. Так, схожу, ещё возьму с неё два кусочка. Так, ну ладно. Не всё же одному Артуру по 7 банок раздоровки выдувать. Хе-хе-хе. Да, было дело. Так, всё, у меня 12 тысяч крови. У меня 11-100 и мне как бы хватает. У меня 11-253. Давайте побыстрее. Давайте не будем этим всю серию заниматься. Ну да, я тоже так думаю. Джек Шепард у нас прожорлив. А, да. У тебя чё за пистолет? У меня Макар. Макар самый лучший пистолет. Как я понял. Для него полно патронов и с ним защищать. Твою удивить их. С ним защищать деревню самое то. Так. Да, но вот как-то мы с тобой поначалу с ним не очень отсловались. Помнишь, какие проблемы были? Ну да, из него тоже нужно уметь попасть не могли. А я, видимо, как-то в школе ходил обученный. Не знаю, у меня дома лежит Макарыч пневматика. Ты хрен попадешь. Опасный человек ты, да? Опасный, опасный. Ну да, у меня все, у меня только бейсбольная бита и копия какого-то М16. Да ты сам опасный, ты у нас на борьбу ходишь, да? Да. Вон твое лицо посмотри, сразу видно опасный человек. Давай жри быстрее уже, пожрал. Все, я покушал, идем. Так, теперь давай указывай, куда нам идти. Сусанин. Помню, у меня есть топорик и тебе могу отрубить ногу. Я думал, кинем в спину. Ну, кинем в спину тоже могу. Давай же с выдумкой. А если убивать меня, так с выдумкой. За что это так? По-простому. Ногу отрубить. Не, тебе надо отрубить сухожилие, перерезать аккуратненько. У меня как раз ножик есть и кинуть к зомби. Долго ты меня отсюда из леса будешь тащить к зомби. Так, мне на винтовке, наверное, все-таки нужно дальность на 100 поставить или не знаю. Сейчас я микрофончик выключу на секунду, кто звонит. У тебя патрончики какие? У меня специальный патрон написано. Патроны для М24. То есть их очень будет трудно найти. Потому что я их очень люблю брать. Так, вот здесь. Молодца. Когда же мы машину найдем? 26 серия. Я просто вот в шоке. Мне вообще писали, что... Ребят, машин на самом деле чуть бесполезняк особо искать. Дело в том, что все спауны машин сходу знают уже люди. И они их отгоняют в лес. Я появился в прошлой серии где-то очень глубоко в лесу. Очень глубоко. То есть даже не возле берега. Там вот нарыв дропа всякого. Иду, вижу, машина стоит. Там вот второй деталек какой-то не хватало. То есть что-то не знаю. Ну вот я в принципе о том же самом хотел сказать. Мне тоже говорили, что большинство группировок на крупных серверах все машины, все спауны машины уже собрали. А так как починенные машины стоят в лесу и они их охраняют, то новые не появляются просто. Поэтому нам найти машину только вот в таких нычках надо. Ну надо всех убить, машины отобрать. Все. Все проблемы. Короче быть дерзкими, да. Это знаешь называется «Завид 105-го» и делаем тут стрим совместный. А я с ним не знаком, к сожалению. Да. Так. Тут бы было просто 50 человек и все наши. Не, а вот так представить, да. Половина сервера на вторую половину сервера. Я думаю они точно... Они же говорили, что собираются вести группировки, клана. Да, то есть создать что-нибудь типа группировки «Свободу» там или «Долг». И просто натурально вот свою базу где-нибудь в старом соборе. Или там на вышке кто-нибудь пасет, кто-нибудь там на ржавом этом ангаре. Да. Ну то есть... Припасами по расписанию. Но для этого нужно сервера поднимать с большим количеством населения, чтобы хотя бы сотни было. 75 уже есть, я видел. Ну представь, 50 человек и 24 на 7 должен кто-то охранять базу. Только выйдя там ее сходу разберут на запчасти. Нет, ну для многих это может быть интересно просто охранять базу. Если на нее постоянно кто-то будет пытаться добраться. Да, если постоянно на нее нападают, да. Но это вот как допустим на палатках. Я не понимаю, как людям интересно лежать часами. Даже на сервере где 5... Ой, блин, договорюсь, по 5 человек и убивать. Ну... Есть особый тип людей. Некоторые просто усидчивые. Вот снайпера, они же на самом деле не как в фильме. То, что там полежал полчасика, прибежал, кто-нибудь убил. Они там по час, по два лежат, ссут под себя. Короче, ну натурально вот сидят на месте. Вообще безвылазно. Кому-то нравится вот такой вот реализм от DZ. То, что увидел там через два часа, кто-то пробегает, шлепнул его и лежишь дальше. Тоже по-своему. Саня, ты куда нас ведешь? Да он сам не знает, он просто боится в этом признаться. Я вот это знаю и внизу. Пацаны, глубины. Вот с такими людьми просто понимаешь, что кнопка автобег была полезной. Да. Кнопка явно была бы не лишней. Так. Сейчас тут облинили. Кнопки нажимать не надо. Кстати, да. Если бы нажимать ее, держать надо. Блин, мне клавиатуру надо менять. У меня кнопки здесь плоские. Ну, двадцатый, да? Уже где-то. А это, я так понял, у тебя больше она как ноутбуковская идет для перевода. Да, такая. Вот она... Я такие тоже не переварю. Я к ней привык уже, по идее. Ну, просто на ней... У меня на предыдущей клавиатуре вот кнопки ВСАД, они были прорезинены. То есть я их в темноте находил легко. А здесь я пока найду свои ВСАД в темноте, я уже и ВСАД и бинокль достать. Главное, не как Джек Шепард перепутал. Да, кнопочка, когда я пытался достать бинокль в Диамальском замке, или как он там называется. И просто махнул 30 метров. Столкнулся. Че, правда? Не, на самом деле, как по мне, тут бы не помешала какая-то система мозгового персонажа. То есть, да, я стою на краю пропасть, нажимаю В, он так, окей. Фу. Это как в этом, в принципе, Персия. Нажимаешь вперед на краю пропасть, или в этом, в анчарте. Он так, во-во-во-во, воротет. Не, он просто такой, равновесие держит. Да-да. Ой-блин, мы куда придем, а? Мы нахудея, гора идеи для DSF. Самая главная идея, которую вот я предлагал разработчику — это именно чтобы у каждого персонажа и у каждой группировки давались цели свои. То есть кому-то сходить там, допустим, проверить, жива ли его семья там в Черногорске, вот в этот-то дом зайти. Не, это было бы круто, то есть награда это каким бы образом она давала. То есть у тебя есть цель, ты пошел и у тебя просто так появился какой-то бонус. Нет, ты пришел в этот дом, там что-нибудь лежит. Да нет, просто там, допустим, находишь семью свою там с заблеченой ходит Петрович какой-нибудь. Ну, короче говоря, просто цель, я говорю, или там добраться до аэропорта, там по рации попробовать с военными связаться. Не, или допустим, там цели на время, да, там добраться до такого-то места вот за час. Ну да, это было прикольно. Это в принципе реализовать легко, но для этого нужно сервер полностью вкреписывать, короче. Да, да, да. Так, вот мы вышли уже куда-то из дороги есть. Короче, это, как я и говорил, это все такой мощный такой альфа-тест, перед тем, как они уже будут допилят это все, и в армию запилят уже более-менее осмысленное что-то. А пока что мы бежим по лесу, и Джек Шепард делает вид, что он знает, куда мы идем. Мы бежим на очередное поле. Я сейчас даже буду примерно ориентироваться по дороге, куда мы идем. Но идем-то мы все правильно, мы сейчас скоро приблимемся гвозно. Если будем еще чуть-чуть правее идти, придем в горе Черный, и там будет Красностав, так что нечего на меня гнать. Мы к Красноставу идем? Мы к Красноставу ушли? Ну вы же туда-сюда идем. Мы шли к Зеленогорску вообще-то. Мы по-моему, к Зеленогорску, как бы я и говорил назад идти. Да, и я Красноставу, сказали, чуваки, вы че? В Красноставе в предыдущей серии были. Мы идем к Красноставу, типа там все круто. Так, давай мы тогда пошли к Зеленогорску вообще в другой стороне. Да ладно. Да ты че, правда, что ли? Я тебе тут... Ой, блин. Я чувствовал, ажи, я чувствовал. Пока мы бежали, блин, по лесу, хоть раз... Джек Шепард молчил лучше, ты у меня в прицеле. Ребята вообще такие нормальные. Бегут, бегут, блин, и ведь это, и вы слова не сказали. Ну, чтоб прицелить, мы бежим. Так я тебе говорил, что мы вроде куда-то не туда бежим. А ты б сказал, мы бежим в другой город. Ну нет, мы же сказали, что в Зеленогорске... У меня нет карты, ты из Сусанин, ты ее. Ну, а я думал, что мы бежим. Ладно, этого ничего не было. Мы повторно идем в аэрнопорт, там появился самолет, может мы на него успеем. Этот самолет, по-любому. Вообще не туда бежать. Да мы просто к лесочкам отбегаем. Чтоб тебя убить. О-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо. О, и зомбака заметил, да? Это вышка где-то здесь. Так я, блин, окей. На пользователей дот-моталя. Я хреново на рот прикрываю, я после вас обоих заметил этого зомбака. И вообще молодец. Да. Мы втроем, нам где-то серии 3-4, чтобы сыграться. Ну, вот сегодня у нас марафон будет, потому что... Ой, да. Меня сейчас зомби заметил. Короче... 40 минут бега от Сусанина. Вот, блин, Жек Шепард, вот поставят мне кучу дизлайков за твою беготню. В этом ты будешь виноват. Да. Потому что народу экшену нужно, чтобы мы все сидели в электрозаводске и говорили о людей. А зачем людей? Хотите экшену, сдайте один выстрел в воздух, получите экшен. Только я сбегу подальше. Кстати, а сейчас сколько времени? Через сколько будет уже темнеть на Сильверах-то? Сейчас 7-4 часа Кобра лежит. Сколько хорошо. Только у него патроны 7-62, по-моему, или 5-54? 5-45 на 10-9. 8-15. Что, будешь подниматься, Артур? Ну, нету, зачем? Твои нету. А, блин, все, блин, я забыл. Ты же просто буквально 15 минут назад бегал с АК. Я с коротким бегал, да? Я с Ксюхой. С Ксюхой? Вам эти патроны не подойдут. Спустился я, зачем я буду прыгать? Оказалось, прыгает. Им это не подойдет, потому что у них используется тип патронов 7-62, то есть, которые сначала были более мощные, но более громкие. Сусанин, веди давай. На этом на АКСе используется 5-56, они более тихие. И для зачисток, скажем, города гораздо лучше подходят. Особенно, если они в комплекте с АКСУ. АКСУ очень тихий автомат. Из него натурально, как с пистолета, с Маккарыча или с Винчестера, защищать всякие деревни можно просто с очень большой легкостью. Поэтому это одна из моих любимых пушек столов в игре. Да, и ты только что я променял. Ну, я, блин, всегда хотел снайперку себе. Потому что мне надоело в первых рядах лезть в этот город какой-нибудь. Вот теперь вот вы будете лезть, а я буду вас прикрывать. Чего мы? У нас Шепард есть. Я надеюсь, ты заметишь кого-нибудь. Примос эффект там герой у нас. Тут по герой ничего еще. Жнецов нет, чувак. Не моя битва. Мне нужны Жнецы только. Шепард еще как бы был там в Half-Life. Он тоже зомби мочил. В Blue Shift, по-моему. Он не играл. Не-не-не, в Opposition Force. Нет, не в Opposition Force, а в Blue Shift, по-моему, он был. Да, в Blue Shift, точно. Я просто его недавно тоже... Нет, в Blue Shift был Барри Колхон. Значит, да, значит точно Opposition Force. Opposition Force, не Opposition. А, ну... В Opposition Force был Шепард. Эту игру, кстати говоря, переделывают как-то Black Mesa Source. Переделывают на новом движке. Я видел скриншоты на мод DB. Блин, круто уходит. Если они доведут это до конца, то... Black Mesa еще не довели? Black Mesa сказали, что... Что выпустят саундтрек... Это кто вперед убежал? Я. Он. Я же веду. Просто я справа слышал еще звук. Я все непривык, потому что настрою. Короче, Black Mesa сказали, что за две недели до релиза они выпустят саундтрек игры. Но в итоге саундтрек вышел полтора месяца назад. А игра все не выходит. Ну, саундтрек там такой, этот, в духе Halfway 2. Halfway 2 такой, как это так называть, Industrial. Да, да, да. Кстати говоря, вот этот композитор, который вот эту всю музыку писал, он из лавов ушел. И что там в эпизоде третингу? Я не знаю. Это побыстрее бы он уже вышел, да. Столетнее ожидание. Побыстрее бы он уже вышел, я говорил, 4 года назад. Сейчас мне плевать уже. Не, ну мне так тоже. Но если вспоминаю, то, конечно, хотелось бы дальше. Но это моя любимая игра. Так что, да, хотелось бы. Я люблю Halfway 2, люблю Metal Gear и люблю Final Fantasy. Старые части, новые части не переваривают. Это всегда с попса. Что ты знаешь? Ну, я знаю из того, что я сказал, фактически Metal Gear я не играл. Только в Halfway 2 и Final Fantasy тоже особо не доводилось. Джек Шепард, он у меня вчера спрашивает, что стоит Metal Gear играть? Я в основном спрашивал, а уж какой... Блин, это фэйспаум просто. Это фэйспаум. А начинаешь с первой? Ладно, буду играть с первой, как сказали. Первая там графика, ну, эта на PlayStation 1 она выходила. Но все равно... Это не на PlayStation 1. Да через эмулятор просто. На компьютере, кстати, выходила, по-моему, там текстурки получше. А там вторая выходила, по-моему, на компьютере. И она, наверное, семерки и вести. Нет, первая выходила на компьютере, вторая выходила, она очень плохо работает. Лучше вторую, третью у тебя, у тебя, у тебя есть третий, у нее купи. HD Collection, да, и все. Так, ну скоро у нас уже будет... У нас скоро будет бугурт по поводу того, куда ты нас завел. Лучше у нас будет. Какие разницы вообще, меня нигде не будет, меня никто не найдет, так что... Вот эту серию я точно с Иссанем назову. А, бля, вот именно, тебя никто не найдет. К ответу меня никто не призовет, так что извиняйте. Есть какие-то финны, что ли, судя по языку. Или норвежцы. Ну, я очень виноват, но я очень виноват, но я очень виноват, но я очень виноват, но я очень виноват. Ну, ребят, главное, что нету в чате сообщений, типа, я в телевизоре. Да, но у нас никиты теперь у всех другие, так что... Да не у всех. Ну, в первую серию мы и сейчас вот пишемся вместе в районе, так что пока что ты еще не обременен ничем. Да. Радуйся. Артур у нас уже вперед побежал, да? Захотел экшена. Какой зубный экшен? Посмотри внимательно, везде поля. А посмотрите вперед наверх, Артур со снайперки. Что это у нас такое? Замок. Если я прав, это или зуб, или рог. Зуб вообще нифига не там. А, в горе? А что это? По-моему, это гора черная. И прямо за ним будет Красностав. Но если мы к Красноставу идем, то это явно черная гора. И я там не был ни разу, конечно. А, нет, подожди, мы же там были с тобой, Лег Шепард? Там одна башенка стоит, и мы прогорались, так и не зашли в нее, помнишь? Там была еще надпись национальный заповедник, что ли? Нет, это мы с тобой вообще были в роге. Но это вообще не там, короче. А, там еще одна башня, смотри. Да. Ничего, предлагаю заходим. Никто из нас там не был. Слева от нас амбар. Или это коровник здоровый? Это коровник. Куда я думаю, это цепь станет? А толку, толку. Сейчас, секунду, я попью. Оп. 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 Попил. Да мы поняли. Я первый бегу, мне пофигу, блин, ребята, вы что-то, какие-то тебя моды. Стоп, я тебя мод, а то спусоним тут. Давай, беги, парай сразу. Самые крутые части наших, нашего пяти или шести там часового забега, когда мы постоянно умирали и сервера все были в лагах, в багах и прочей. Она постоянно выкидывала, это кошмар. Но там было весело, когда у меня было 800 здоровья и мы с Артуром новый собор и старый собор зачищали. Как-то мы бегали с улицы на улицу, я падал, теряя осознание. В другом зобе я ему говорю, выходи, выходи, пошел. Он на середине дороги, как чпок, упал в омарок. Я упал, я упал. Не, у меня после того дня уже конкретный бугор как случился, так откатился до 1-6-0. Спокойно играл почти два дня, час назад перешел. Ну и вот же поставили особую версию. Там коровник спереди. Да, в бетапатч поставили, сейчас как-то постабильнее стало. А, спалился. Да ладно, час 11. Люди сейчас там думали, как зайти, не пускает. Да ладно, все равно нас никто не найдет, мы как ниндзя. Тем более, что у нас справа там? Справа? Да. Что-то с электрикой связано, видимо. Да нет, тут по-моему. До власти. В омар будете заходить, нет, слева тут? Ой, да не знаю. Не знаю, я не уверен. У меня просто вода заканчивается, у меня пустая пляжка. У меня тоже одна пляжка осталась. А у меня вообще пустая. Такие незапасливые. Ну, Артур, захочешь пить, скажешь, я тебе дам. Вот я сейчас убью тебя, сниму твой элиспакт и буду запасливой. У меня этот, что-то, дофига было. Водички. Но вчера, вот я сидел просто в этих палатках около Старого Собора. И когда-то все это ушло, когда я пихал по карманам магазины для калашников. Причем трясущимися руками. Ну, представьте, ночь, дождь идет, в кругом зомби. Таких двух шагах. А это еще когда гроза только за окном была. Ага. Вот это была атмосфера. И, короче, этот. И рядом выстрелы. Я такой, ай, блин, елки-палки, сейчас меня убьют. Я опять буду бежать с самую берегу с этим Макаровым Долбаном. Да, два места, да, один стола осталось. Ну, че, давай в амбарчик заскочим. Давай. Артур нас прикроет. Там, в принципе, чем хорош этот амбар, это двухэтажный, там, аж шесть нычек, может быть, с Хабаром. Так, здесь, здесь один входит. Блин, место, конечно, неудобное. Я в маленький лес отбегу. У меня опять обоим, я думаю, даже если здесь всех с агрой, этот стрелять будет секунду делом. Агрегина, этого не делать. Ах ты, боже. Ну, серьезно, я просто помню, как ты 30 с лишним зомби по серваку гонял, когда мы подстреливали всех в Старом Соборе, в самой опасной территории в игре. Ну, это пройдет с опытом. Да. Там была одна проблема. К вам зомби идут, аккуратно. Видим. Там около амбара еще один входит. Я знаю, я вот сейчас около стога с сеном пройду. Да я вижу вас. Так, вот. И спалят, один вообще в стог идет. Вот почему зомби так любят ходить именно там, где надо идти тебе? Или идут в эту сторону? Я бы мог ответить, но не буду. Идем в амбар. Мы и так все знаем твои ответы. Зачем тогда вообще задавать вопрос? Так. Слушайте, а я надеялся получить умный ответ. Внутри вроде бы чисто. С той стороны заходите, что ли? Да. Я да. Ну давайте. Давай, я левую. На левую я направо. Девочки, на левую мальчик. На левую мальчик. На левую мальчик. На левую мальчик. А я лучших девочкам. Мученец. Пусто. Так, здесь, по-моему, пустая фляжка. Нет, полная фляжка с водой. Вот, хорошо. Деру как раз Артурчику. Давай, давай. Это что такое? У меня вот что тут пустое. Шепард на второй этаж пошел. Да. Вижу. Ишь со мной, да? Здесь у нас лежит винчестер и все. У меня куча магазинов для KZ-550 и МК-3. И внизу, по-моему, зомбаки подобрались. Ох, да, ко мне идет один. Чизит. Натил жбан. Я стреляю в самом крайнем случае. У меня есть громохнер. Тут со всего острова прибегутся посмотреть, что это было. Да, стоит тебе. Да ладно, я как с МК-3 бегал. Так, посмотри, Артур, к нам не сходятся? Можно? Нет, вроде, спокойно все. Стоп, подожди, там вышка. Я не вижу. Да, там вышка есть. Если вот ты сейчас с Джек Шепард будешь в мою сторону... Ой, я не хочу, не хочу, не хочу туда выходить. Я увидел там зону. Я предлагаю на вышку перебираться. Где ты вышку увидел? Да, вышка на сколько? 120. По компасу. Да, я понял, понял. Короче, по компасу это... Ну, мне придется тогда отбежаться. То есть, что стрелочка идет, это ноль. Я, да, знаю, там есть риски с цифрами, да. У меня их не видно, к примеру. Ну, я увеличил размер интерфейса, поэтому мне их видно. Я, наоборот, уменьшил. Так, люди, Артур. Я думаю, вы сейчас вышли с противоположной стороны амбара и побежали туда, дальше к лесу, да? Да. Да, мы к войске пошли. Ну, значит, мне сейчас нужно к вам бежать. Поэтому я не хочу идти к вышке, а где-то на полпути постоять, если что прикрыть. Мало ли к тебе заскут, он дойдет. Так, по зомби один ездит, где-то еще рычит. Блин, вот я привык вот в DayZ больше как третьего лица играть. Тут этого нету. Ничего, привыкнешь. Я тоже поначал. Мне нравилось. В кустах особенно лазишь. И особенно в засаде сидишь, от первого лица гораздо лучше. Не, ну, стрелять, да, мне больше нравится, конечно, от первого. Так, вижу у вас, сейчас к вам подойду. Я где-то, наверное, на метрах в ста. Я уже в лыжке. Я вижу тебя. Давайте пока смотри, что там. Так, тут еще один зомбак ходит. Так, Артур, как раз пока ты туда давай, я флягу скину. Дай кустику сюда. Мистик. Так, что-то есть. Чи 17. У кого-то же 17. У меня. Давай сюда, ползи тут. Сегодня его день. Да, сегодня явный день бэк хамар. Тут есть две обоймы. Так. Фляжка с водой. Шо? Две обоймы? Я сейчас сам возьму их. Может, само собой? Я не собираюсь. Так, у меня две пустыки фляжки с водой. Ой, даже не собирался, блин. Взял бы. Че уж. Там G17 и этот. Я знал, что у тебя он. Так, здесь у нас ты. А зомби где? Поблиз. Да, дальше, дальше. Чуть-чуть дальше. На шопоте аккуратно подходи. Вот видишь, они здесь сидят. А, вон он совсем близко. Да, да, да. Слушай, они настолько ты лучше. Настолько? Вон они слева. Метра в десяти находится. В последнем обновлении они вообще глазавцы какие-то стали. Ложись, ложись. Ложись, ложись, да. Не заметят. Ложись. Сейчас если заметят, я тебя прикрывать не буду. Окей. Я сам вываливаю по десять зомби так. Лучше их вообще не вываливай. Да, лучше быть аккуратным. Так, Артур, Артур, аккуратно. Вокруг у нас как, зомби есть? Один к тебе идет, а один идет прям к вышке, где Артур сидит слева от тебя. Так что ты либо поднимайся, либо просто положись. Да он сейчас пока начнет подниматься, он уже постареешь. Так, идет к тебе. Вышка сейчас подходит. Так. На, магазины. Так, так давно, блин, у меня этих магазинов уже на G17, я не знаю. Это хорошо же. Знаешь, лучше иметь больше площадь, а их не так уж и много на игру. То есть раскиданы. Бинтов-то у меня сколько, елки-палки. Ярослав, ложись, зомби идет справа. Не могу отсюда понять, насколько близко. Я могу понять. Прям ловушка. Кто-то бежит. Все, ты спалился. Молодец. Так это не проблема. А зачем? Сейчас же ты бьешь. Я лучше прилягу. Любят они бегать не по вектору. Да, они максы, кстати, не знаю, ближайшие недели-две на. Тебе бегут еще. Вижу, вижу, пытаюсь перевязаться. Все, я готов их встречать. Так как Артур... Я не могу... Они у тебя, они под войской. А сейчас они подниматься начнут. Не начнут. Еще и бежит один. Они бегут. А что вы там убить их? Нет, они имеете уже. Я не вижу их, они прямо подо мной находятся. Они прямо под Артуром и бегают, что дурно. А подниматься по лестнице зомби не очень любят, оказывается. Нет, а они любят так-то? Да, но никогда надо нам было. Ты попадаешь по ним, да? Так, ты в меня не попади, главное. А то, слушайте, не сласит, живут хорошо. Блин, меня это достало. А один из них вообще кругами ходил, я не знаю, я считаю. Не в его тряпе ходу. Убил одного. Еще внизу, а по прыгунчику. Мне его плохо видно. Я на голову лучше не могу, пока он крутится. Убил. Да. Ой, еще один. Блин, я уже сдробил. Нет, он Кярослава. Это ко мне, блин. Ну почему, откуда этот вообще колхозник приперся? А ты из Клаша побольше стреляй. А он не такой громкий, это вам кажется. Так, ты его специально на Джека Шепарда направил? Да. Нет, он на мне, я просто отбегаю. Артур, давай я к тебе на вышку поднимусь, а будем сеть. Так, на будущее. Короче говоря, как говорят, ложись, ложись. Больше, чтобы такого не было, это фигья какая-то. Да, потому что нам проблем таких не надо. Так, все, поднимаюсь. Зомби-делекорки. Черт, редко, дерко. На вышке спрятались. Наша слаженная команда готова помочь другому. Шлифт, это же команда, да. Мы слаженная команда, я так готов. Вы где? Готов. Сколько патронов, Сереж? У нас нету. Пять. Ты нас не найдешь. Ребята, у меня есть откулочная граната М-67. Я вообще не понимаю, какое применение можно найти гранате в этой игре. То есть кидаешь ее и что? Куча игроков, она взрывается. Ну, а ты ка, тут кучу игроков видишь вокруг себя, что ли? Ты шесть игроков тогда увидел и сидел в кустах, но кинул. Ну, это был один раз. Ну, я не верю, что на всех бург был, я знаю, как граната работает. Абсурка. Че? Моя граната зеленая на одном из них, возьми себе. У меня три есть. Хорошо. Че, куда уже будут нападать. Когда нам сейчас присноставили, наверное, понадобится. В хозяйстве вещь. У меня, кстати, есть... Гота есть подствольники? Нет. Тут что, у меня вот... Для подствольника есть дым. Посмотрел я, кстати, в одном из видео, где человек бегал с Сэмкой с подствольником. Там такой прицел убоги, это капец. Зато подствольник нормальный. Да. Ну, для подствольников прицельная планка там перекрывает просто именно этот. И нифига не видишь. Так, мы правильно идем? Да, да, да. Я сейчас до леса просто бегу. Хватит за мной бегать. Я, как правило, не бегу туда, куда нужно. Я бегу туда, где безопаснее, а потом уже к вам присоединяюсь. Да не, мы вроде куда-то в правильную сторону идем. Да, туда там сейчас будет вот эта крепость наверху или что это. Ну, главное, что все живы, а то он как... Кстати, 41 минута уже прошла с момента записи. Можно, в принципе, добраться до этого, а там уже к следующему. По-моему, нам лучше из серии вот сейчас ее остановить. А тебе не кажется, что ты убью за твою Сусасу? Батвей, социальность. Не, бессер, знаешь, сколько людей уже здесь пыталось бы меня убить? Посмотри на счетчик моих убийств. Там стоит циферка 2. Угу, напомнишь? Ребята, ребята, я вас потерял. Вот где ребята? У меня паника. Мы в лесу. Я вижу тебя, вижу тебя. Артур, левее. О, у меня паника. Я больше остаться один. А все, да. Вот как раз мы все в этом собрали. Ладно, в общем, вот такая была серия. Следующая серия. Да. Притирочная серия, короче, назовем. Да. Назовем ее Сусасу. Мы научим Джека Шепарта ориентироваться по карте. Научим Ярослава не палиться, потому что он нас всех убьет, а то в итоге. А потом убью его я, и Джек Шепард его убьет. Ну, короче говоря, будем потихоньку привыкать друг к другу. Втроем, я думаю, будет веселее и круче. С почином нас с новыми тройными сериями. Попрощайтесь, ребята, бойцы. Всем пока. Всем удовольствие. Пока, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok